Эй, пссс, здорово, последняя цифра лайка покажет кто-то из мелан плейграунд, поэтому спускайся прямо сейчас вниз, нажимай лайк, нажимай подписку, нажимай колокольчик, посмотри на экран, обрати внимание на последнюю цифру твоего лайка и сопоставь эти факты, и кто ты, напиши об этом в комментариях, все просто, например, если ты маршмеллоу, то пиши я маршмеллоу, все круто, приятного тебе просмотра. Эй, не знаешь где купить игровую валюту или продать свой аккаунт? Тогда тебе на playarook.com. Playarook.com это маркетплейс игровых товаров и услуг, широкий ассортимент игровых товаров, от виртуальных предметов до аккаунтов и премиум валюты, и все в одном месте. Более 300 игр и приложений, и сотни тысяч пользователей, и более полумиллиона отзывов от реальных людей, а покупка происходит всего лишь в пару кликов. Регистрируйся через контакте или гугл, оплачивай с банковской карты или киви, и получай товар в чате с продавцом. Помимо покупки, ты также можешь зарабатывать реальные деньги, продавая свои товары или услуги на сайте. Сотни тысяч игроков, покупая товары в любимые игры через playarook. Рейтинг 5 звезд, более 800 тысяч отзывов, оставленных после покупки. Донат через официальный магазин. Покупай здесь не только надежно, но и безопасно. Playarook.com это ваш надежный партнер в мире игр. Покупай и продавай игровые товары по выгодным ценам на playarook.com. Спросишь меня где ссылка? А ссылка в описании. И здарова-здарова дорогие друзья, ты на канале Милан Фонг, а в этом видеоролике мы с тобой проверим секретные факты о Милан Плейграунд версии 15.0 бета. Но перед началом видеоролика я хотел бы как всегда сказать огромное спасибо вот этим вот ребятам за то, что они попали в мой видеоролик. И если ты хочешь попасть в мой следующий видос, то тебе достаточно просто подписаться на канал, поставить лайкусик, написать свой топовый комментарий. Ну и не забудь подписаться на телегу, ссылочка как всегда есть в описании. В общем я не буду тянуть твое время и приятного тебе просмотра. И следующий секретный факт заключается в этом, джип не работает под водой. И может этот факт не такой уж и секретный, но все же это новый факт о новом обновлении, а точнее о новом джипе. И он не то чтобы не работает, он просто глохнет, то есть это реально как будто бы походит на настоящую жизнь. Ведь на самом деле если машину уронить в воду, то она все-таки проработает некоторое время. Но будьте уверены, что рано или поздно движок заклинит и он перестанет быть рабочим. Вот такой вот интересный у нас факт. И посмотрите, в самом деле если мы роняем наш джип, то он перестает заводиться и как-либо взаимодействовать вообще в принципе с нашими кнопками управления. В общем вот такой вот интересный факт. Ну и следующий секретный факт. Если взять наш мячик и повзаимодействовать этот мячик с огнем, то он станет огненным. Реально у нас появляется прикольный огненный шар, огненный мяч, которым можно реально интересные вещи придумывать и делать. Как будто вы помните китайский такой фильм про футбол, очень-очень давно там тоже китайские короли дракона были, которые там играли в футбол и очень сильно били по мячу до тех пор, пока мяч становился просто огненным. В общем вот такой вот интересный фильм, я забыл название, кто помнит пишите в комментариях. Ну вот такой вот интересный факт. И реально посмотрите, это очень прикольно смотрится. Ну и следующий интересный, скажем так, также факт. Джип невозможно разбить, то есть полностью его невозможно уничтожить. Это на самом деле немножко странно, но все же есть как есть. Но это не единственный нюанс. Он перестает работать только когда у нас колеса просто-напросто отпадают. То есть двигатель работает до тех пор, пока колеса есть на оси. И как только они отпадают, то и сам двигатель перестает заводиться. Тоже такой вот интересный, забавный, странный возможно отчасти факт, но это тоже есть в Милан Плейграунд. И это возможно просто часть бага, о котором не подумали наши разработчики. Ну и все вы наверное знаете, что наших Миланов можно посадить в джип. Это понятно и логично. Но одного Милана можно выкинуть, а второй выкинуться не может. Обратите внимание на картинку. Смотрите, у нас есть два Милана на джипе. И как только мы пытаемся одного Милана скинуть, он благополучно скидывается. А второй Милан как бы привязывается к текстурке машинки. И даже если мы просто кидаем его, вращаем, то наш Милан умирает. Но остается маленькая такая частичка кости, так что полностью выкинуть нашего Милана невозможно. И это тоже странно, но возможно это в будущем пофиксят, я не знаю. А возможно это будет отчасти такой вот прикольный интересный факт, о котором мало кто знает. Ну и следующий инсайдик. Я думаю стоит рассказать об этом, ведь об этом, наверное, никто не знает по сути, кроме меня. Потому что я контактирую постоянно с менеджерами разработчиков и сдаю вам всякие интересные вопросы. И у нас появляется такой вот интересный коннект. В общем, я спросил, когда выйдет все-таки официальная версия Милан Плейграунд и как сильно она будет отличаться. На вопрос, как сильно отличается Милан Плейграунд от бета, мне не ответили. Возможно он будет отличаться, а возможно и нет. Этого точно я сказать не могу. Зато могу сказать точную приближенную дату выхода Милан Плейграунд 15.0 официально в простору плеймаркета. И это будет дата на следующей неделе. Точно мне не сказали дату, но это 100% случится на следующей неделе. И это тоже интересный факт о бета, ведь это бета, а бета это всего лишь релиз, скажем так, официальной версии. Так что ждите на следующей неделе, уже будет официально доступно всем 15.0. Также интересный факт о бета, это то, что невозможно поменять тему. Я не знаю почему, возможно разработчики просто убрали это и этого не будет в следующем обновлении. То есть в принципе у нас стоит стандартная вот эта вот серая тема, которую невозможно изменить. Я не знаю почему и как это исправить, это я тоже не понимаю, но это возможно просто изъяны бета и это будет все-таки в официальной версии. То есть в официальной версии все будет работать, а возможно это просто убрали и у нас теперь до конца дней останется серая тема. Не знаю, в общем будет видно. Ну и переходим к следующему факту. Возможно в обнове следующей 15.0 одна из пушек, уже которая в бета доступна, попадет в официальную версию мелан плейграунд. А возможно и нет, а я не знаю как получится. Но мне кажется, что это возможно и похуже на правду. А возможно я и ошибаюсь. Ну посмотрим, увидим. И следующий интересный факт заключается в этом. Все вещи из нового обновления, точнее 15.0 бета, вообще невозможно взорвать. Посмотрите просто как я пытался их взорвать. И моноробомб, и нуклеербомб, вообще любая бомба не может справиться с нашими новыми вещами. То есть они просто статичные и им ничего вообще не будет, если их взорвать. В общем вот такой вот интересный факт, который возможно пофиксят, а возможно и нет. Но он остается таким вот интересным багом. И переходим уже к последнему факту. И машина у нас полноприводная. Тоже факт. И возможно не такой уж и секрет, но самое интересное в этом, то что машина может ехать и без элементов управления. Достаточно просто нажать на вот эту вот кнопку и у нас она машина просто едет сама по себе. Это такая вот интересная фишка, если тебе мешают элементы управления. То есть не обязательно машину заводить, а просто можно нажать на эту кнопку и она сама поедет. Вот такие вот у нас секретные факты о новом обновлении, а точнее об обновлении 15.0 Мелан Плейграунд Бета. И помните, что Бета скорее всего будет очень сильно разниться от официальной Мелан Плейграунд. Поживем, увидим. В общем тебе спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока и помню дружище, как всегда увидимся на днях.